Друзья, всем большой привет! Вы на моем канале, я рада видеть вас именно у меня. Сегодня 31 августа. По календарю это последний день лета. Конечно, по погоде не скажешь, особенно в Питере, не знаю, как в вашем городе. Вот, ну, давайте не будем о грустном, не будем о погоде. Сегодня в календаре последний день лета я решила вас порадовать очень таким интересным видео, как раз по теме, потому что завтра уже наступает осень, и мне кажется, завтра уже пригодятся те луки, которые я сегодня составила. Сегодня вы увидите несколько осенних луков, которые я составила из своей одежды. Также, возможно, у вас будет какая-то похожая одежда, и вы сможете также сочетать ее в красивые и очень такие недорогие образы. Ну что, начнем с самого простого образа, который состоит из салатовых джинсов, белой обычной футболки, совершенно обычной, можно купить в любом магазине базовая белая футболка. Ну а также вот такая вот меховая курточка. Она достаточно теплая, поэтому ее можно носить в достаточно холодную погоду. Ну и я считаю, вот такой вот рюкзачок, который я подобрала к этому образу, отлично вписывается к этому достаточно такому прогулочному и простому образу. Этот образ чуть-чуть полегче, чем прошлый, потому что здесь присутствует вот такой вот костюм с персиковым верхом и вот такими вот синими штанами. Также я одела ту же самую шубку, свою курточку. Ну и взяла вот такую вот вязаную сумочку, клатч. Я думаю, она очень хорошо подходит на осень. Ну и к этому образу, я думаю, она идеально подходит. Ну и следующий лук достаточно такой простой. Можно его, например, одеть на прогулку в парк или просто на какую-либо встречу. Это вот такая вот бордовая кофточка, также пудровые штаны с завязками. Ну и самая главная вещь в этом образе, это вот такая вот розовая джинсовка. Джинсовки я очень люблю и это именно вещь, мне очень нравится, поэтому именно с ней я решила придумать вот такой вот достаточно красивый лук. Заметьте, то что все эти вещи сочетаются друг с другом по оттенкам. Они все друг с другом похожи, что кофточка с джинсовкой, что штаны с кофточкой. Я думаю, это отличный образ. Следующий образ очень-очень красивый. Он состоит из этих же пудровых штанов. Вот такая вот сиреневая рубашка. Ну и самое главное, вот это пальто. Это мое новое пальто, на нем еще, кстати, висит бирочка, я еще даже не отрезала. Думаю, оно мне скоро пригодится, потому что погода в Питере, ну, не самая лучшая. Также к этому образу я подобрала вот такую вот лавандовую сумочку с цепочкой. Думаю, она сюда идеально вписывается. Пальто достаточно теплое, поэтому это на такую холодную погоду, когда нужно куда-то далеко пройти или куда-то приехать, например, на метро. Это отличный образ. Ну и пальто сейчас очень-очень актуально. Следующий лук очень теплый. Не знаю, какая должна быть погода, чтобы так одеться. Но ничего, пусть на крайний случай и будет. Возможно, и будут такие холода. Ой, ну нет, не надо. В общем, этот лук состоит из вот такой вот лавандовой сумочки на цепочке. Я просто убрала кожаный ремешок и оставила сумку на одной цепочке. Завязала вот так вот объемно мой новый шарф. Ну и одела то же самое пальто и завязала еще ремешок. Думаю, это очень красивый женственный образ, который подойдет практически каждой девочке. И я думаю, похожее пальто, бежевым цветом или каким-либо другим, есть у каждой девушки. Ну и это был последний образ. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok